Всем еще раз привет, спасибо, что присоединились. Сегодняшний вебинар будет по достаточно простой, но очень интересной теме, которая очень полезна для многих, кто задумывается о том, чтобы сделать свой проект или уже делать свой проект, и для того, чтобы не тратить свои ресурсы, время, силы, деньги. Зря, есть отличные варианты, как создать прототип и протестировать его на своей целевой аудитории, лучше ее понять, понять, где вы ошибаетесь, что вы делаете не так. В общем, есть уже такие инструменты, которые вам помогут в этом. Сейчас пару слов скажу стандартных. Если вы смотрите вебинар первый раз или в записи, меня зовут Алексей Ниц, и вы можете со мной связаться на Facebook, кликабельная ссылка. Проект называется «Теплица социальных технологий». Это общественный образовательный проект, который имеет свои цели связать две целевые аудитории. Одна большая целевая аудитория – это некоммерческие организации, общественные инициативы, социальные предприниматели, то есть те люди, которые делают общественно важные проекты, но зачастую не очень владеют навыками и в IT-сфере, в дизайне и так далее. И с другой стороны, это как раз разработчики, программисты, дизайнеры и другие специалисты, которые обладают знаниями и навыками, но часто не задумываются о том, что можно их использовать в каких-то полезных проектах. Поэтому разными способами мы их сталкиваем между собой. В хорошем смысле слова мы проводим онлайн и онлайн мероприятиях, катоны, воркшопы, цель которых – объединить вместе людей на одной площадке, чтобы они сделали что-то полезное. Тем не менее, помимо мероприятий, мы пишем еще много чего интересного на нашем сайте касательно технологий. Вы можете зайти на него, если вы пользуетесь RSS, подписаться на него, будете получать новости. И сайт – это ttee-st.ru, и в социальных сетях мы везде слэш-цепилиция-ст. У нас есть разные разделы, также можете посмотреть мероприятия, отчеты. То есть, если вы что-то пропустили, можете зайти спокойно на нашем сайте. Так как мы проводим много мероприятий, естественно, мы их записываем, и контента достаточно много, поэтому если вы хотите не пропустить что-нибудь интересное, я советую вам подписаться на наш канал на YouTube, и даже можете поставить галочку «Получать уведомления», тогда, как только будет новый материал загружаться, вы будете уведомляться об этом по почте. Хочу сделать акцент на двух плейлистах. Это, естественно, плейлист записи вебинаров, так как проводилось три вебинара в месяц, соответственно, накопилось достаточно много материалов по разным темам. Это материалы либо в формате «Разбираемся вместе», как этот, когда я рассказываю о чем-то, о какой-то теме, и не являюсь прямым специалистом в этом, я показываю вам, что если я смог разобраться, то, в принципе, вы сможете это сделать тоже. И второй тип вебинаров – это когда мы приглашаем спикеров из разных сфер, и они рассказывают о своих кейсах, о каких-то своих программах, когда более подробно ознакомят вас с тем, что они делают. Поэтому посмотрите, много чего интересного уже было. Также есть у нас плейлист видеоуроков или скринкастов. Сейчас это больше видеоуроки, такие небольшие видео, в которых рассказывается о том, как пользоваться какими-то сервисами или программами, объясняются более простым языком какие-то сложные понятия, что такое UTI-метки, что такое SEO, как повысить свою цифровую безопасность. Сейчас там уже порядка 150, если не больше, видеоуроков. Также можете подписаться или просто посмотреть. Плейлист удобен тем, что вы можете видеть все сразу в одном окне и смотреть, также делиться со своими знакомыми и друзьями. И давайте уже переходим непосредственно к теме вебинара и что мы сегодня обсудим. Сразу у меня такое предложение. Если у вас есть какие-то замечания, предложения, либо свой опыт, вы, безусловно, можете писать его в чате. Я с радостью буду смотреть, комментировать, и другие пользователи или люди, кто слушает вас, либо будет смотреть записи, тоже, наверное, им будет это интересно. Вот. И сегодняшняя тема звучит как, с одной стороны, действительно, зачем вообще создавать прототип проектов, что это такое, как это делается и зачем это все тестировать. То есть, с одной стороны, это просто для понимания, с другой стороны, многие этого не делают, и, наверное, не совсем это правильно. Вот. И сегодня я попытаюсь рассказать, почему вот такой подход, он более верен и сэкономит вам не только там силы, энергию, но и деньги в том числе. По теме есть две ссылки полезные. Хочу сразу вам дать их, чтобы вы потом посмотрели, если не участвовали ранее. В марте я проводил онлайн-школу Теплицы. Была посвящена она непосредственно как раз созданию прототипов IT-проектов, то есть это онлайн-сервисы, любые мобильные приложения, там, сайты, все что угодно. И это было три вебинара, объединены одной темой, соответственно, вы можете посмотреть записи по этой ссылке, там есть в том числе и презентации, тоже будет полезно, если не участвовали. Второе – это у нас был похожий вебинар про интерактивные прототипы приложений. Там я, правда, рассказывал немножко о другой программе, но тоже можете посмотреть, там было посвящено Marvel App, это тоже хороший такой сервис, который позволяет делать интерактивные кликабельные прототипы. Вот, а сегодня мы будем говорить про InVision. Соответственно, вы можете смотреть, перейти по ссылке. Так, и перед тем, как продолжить дальше, я посмотрю в чат. Да, вот у многих есть проблемы с флешем, к сожалению, я никак не могу на это подействовать, потому что, ну, то есть у кого-то работает, у кого-то нет. Итак, тогда возвращаюсь к тому, что я рассказывал, и как я вот в описании написал, что полезна эта тема тем, кто подумал о том, чтобы сделать какой-то свой проект, либо работать над ним уже, либо есть просто идея, либо концепция, либо что-то еще, да, и сразу чешутся руки, нам хочется быстрее, быстрее, быстрее взять и непосредственно начать, там, писать код, если вы это умеете делать, либо, там, загрузить WordPress, либо что-то еще, вот, и мы думаем, что мы сейчас эту идею воплотим быстренько, но тут есть много подводных камней, и, соответственно, перед тем, как у вас наступит процесс, например, сайта, да, то вы должны сделать еще такой достаточно большой путь, чтобы создать прототип, пообщаться с вашей целевой аудиторией, обязательно протестировать то, что вы делаете, потому что ваша идея, ваши мысли о том, что вы делаете, это не совсем всегда верно, поэтому следует обязательно обращаться к вашей аудитории, к тем людям, кто будет пользоваться вашим сайтом, мобильным приложением или чем-то еще, потому что часто вы можете ошибаться, и это лучше сделать, как всегда, на ранних стадиях, когда вы еще не потребляете много времени, времени, в том числе и денег, поэтому, когда у вас возникла идея создать какой-то сервис, очень настоятельно рекомендуется начать с того, чтобы сделать прототип, и сейчас есть сервисы, которые позволяют это сделать достаточно просто, без каких-то специальных навыков, даже если вы не умеете программировать, не владеете какими-то навыками дизайна, все это возможно, и это может быть даже немножко просто, да, там, с точки зрения реализации, но таким образом вы сможете показать вашим, вашу целевую аудиторию, то есть тем пользователям, которые в будущем будут пользоваться, что вы хотите, чтобы они делали, какой призыв к действию, как они будут взаимодействовать с вашим сайтом или сервисом, поэтому прототип, он как раз помогает это сделать. Более подробно сейчас расскажу. Во-первых, всегда вот часто пытаюсь концентрировать ваше внимание на том, что создание проекта, в том числе вот IT-проекта, например, сайта или мобильного приложения, это цикличный процесс. Это не то, что имеет начало и конец, да, то есть вы вот начали с идеи, и вот когда вы создали там ваш сайт, все у вас закончилось. Это совершенно не так. Это на самом деле цикл. То есть как только вы что-то создали, вы должны это протестировать, получить обратную связь и вернуться обратно. И вот мы сформулировали это таким образом, что назвали этот цикл «Разработы, протестируй, научись». То есть создай что-то, обязательно протестируй это на целевой аудитории, на тех людей, кто будет пользоваться. Собери обратную связь разными способами, сделай из этого выводы и возвращайся обратно. То есть на основании тех выводов, которые вы сделали, вы вносите изменения в ваш проект, желательно в прототип, а не в рабочую версию. Потому что, еще раз, чем быстрее ваше бьетесь, тем проще будет и лучше будет в будущем. Будет сэкономить много ресурсов и времени. Вот. Соответственно, это цикл. То есть вы повторяете из раз в раз, и когда уже выйдете на какую-то стабильную версию, когда уже замечаний или нововведений будет меньше, то вы можете уже публиковать, например, и делать, или приступить к разработке непосредственно реального сайта. Существует несколько концепций. Если вам интересно, вы также можете о них почитать. Я об этом говорил во время вот онлайн-школы, что есть Lean Startup, да, то есть, опять же, все связано с тем, что это цикл, да, и он заключается в нескольких шагах, и основные из которых – это как раз создание, измерение, то есть получение обратной связи и внедрение вот этой обратной связи в то, что вы делаете. То есть таким образом вам необходимо минимизировать то время, которое проходит этот весь круг. То есть если вы это делаете на протяжении нескольких месяцев, это не совсем рабочая история, вы должны это делать быстрее, 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 опять же, чтобы быстрее ошибиться. Как это звучит, может быть, не совсем логично для многих. Также есть, возможно, вы слышали методологию дизайн-мышления, которая позволяет также генерировать и притворять жизни новой идеи, потому что она как раз построена именно на том же самом, когда вы собираете обратную связь, концентрируетесь на ней, какие-то гипотезы на основании этих выводов получаете, быстренько прототипируете что-то буквально на коленке, да, и показываете этот результат вашей целевой аудитории, смотрите, как она взаимодействует с этим объектом, или там, если это, например, опять же, сайт или сервис, как он, как аудитория взаимодействует с ним. Таким образом, вы не затрачиваете достаточно много сил и энергии, но получаете хорошие навыки и какую-то обратную связь очень важную. Дизайн-мышления – это просто отдельная тема, о ней можно много говорить, но вот все это связано с тем, что обязательно общайтесь с вашей целевой аудиторией и получайте обратную связь. Вот как бы это главный посыл. И если вот говорить вообще о развитии вашего проекта, о стадиях развития, Алексей Снаренко в одной из своих презентаций привел такой пример, когда вы начинаете с MGP, переходите в бету, далее стабильная версия, масштабированная архитектура, когда вы уже можете масштабировать это, увеличивая там охват, целевой аудиторией и так далее. Что такое MGP или MVP на английском языке, да, это минимально жизнеспособный продукт, это то… тот сервис, который выполняет самую важную задачу или функцию вашего проекта. То есть, если, например, вы делаете проект для того, чтобы волонтер смог зарегистрироваться и найти себе какое-то занятие, то вы можете сделать очень простой сервис, где просто с помощью Google форума будут появляться регистрации, да, люди могут оставлять свои данные и таким образом получать какую-то информацию. Даже в каком-то совсем странном или простом варианте вы можете уже, ну, реализовать тот функционал, который вы хотите заложить в будущее приложение, таким образом протестировать, а так ли это все работает, и уже дальше, например, наращивать какие-то силы, мощности, или там улучшать дизайн, или там формат и так далее. То есть, вся история с началом вашего проекта должна как раз быть связана с MGP или MVP. И моя любимая концепция и вот этот плакат, мне кажется, вы должны его запомнить. Он очень значимый и говорит о том, что если перевести, то, в общем, притворяйся до тех пор, пока не сделаешь это. То есть, покажите, как это будет работать до того момента, пока вы это не сделали. История, например, Dropbox говорит о том же самом, что они создали видео, которое рассказывает о том, как функционирует их сервис, до того, как они создали сам сервис. И покажите людям, что вы хотите им предложить, как они будут этим пользоваться, и на основании той информации, заинтересованности, которую вы от них будете получать, соответственно, вы сможете делать хороший сервис в итоге. Причем fake it till you make it. И это действительно очень важная концепция, которую можно реализовать вот теми способами, о которых я сегодня буду рассказывать. Вопросы вы можете задавать в чате сейчас. Я в любом случае буду смотреть, когда будет какая-то пауза или время, я смогу ответить. Просто может быть, что в конце вопросы уже будут неактуальны. Вот. Двигаемся дальше и переходим непосредственно к мокапам. Значит, если вы являетесь дизайнерами или программистами, или продуктологами, или работаете с этим UX, UI, конечно, вы все это знаете. Это больше нацелено на тех людей, кто как бы не совсем в теме вот таких специализированных каких-то терминов, да, и просто, например, там, работает в некоммерческой организации, да, и просто хочет создать какой-то свой сервис или сайт. Вот. И в двух словах хочу рассказать, что такое прототипы, мокапы. Собственно, это на самом деле макета, да. Вот, может быть, вы слышали такое слово «мокапы». Вот. Это некий макет. И это выглядит совершенно по-разному. То есть, например, это может выглядеть вот так. Суть макета – это показать, как будет выглядеть финальный вариант до того, как он сделан. Допустим, вот полиграфия, да, вот это очень хороший пример. Говорит о том, что когда вы, например, общаетесь с заказчиком, да, и вы для него делаете, там, фирменный стиль, логотип и так далее, то до того, как вы начинаете печатать эти, например, визитки или, там, какие-то вот, допустим, пакетики здесь или что-то еще, да, вы, тем не менее, должны как-то согласовать это с заказчиками и показать, как это будет выглядеть в финальном варианте. Соответственно, чтобы просто не тратить время и силы, там, и деньги, да, на то, что вы будете печатать, есть такие сервисы, там, приложения, которые позволяют вот сделать такие визуальные макеты, которые будут говорить о том, как это будет выглядеть в финальном варианте. И для того, чтобы согласовываться с заказчиком, например, это достаточно, это понятно, как это выглядит, нравится, не нравится, да, и вот, например, когда вы показываете такую штуку, такую картинку, то вам человек может в обратную, там, дать обратную связь, например, сказать, что, да, классное лого, например, там, или вот надо немножко улучшить, или уменьшить что-то, или изменить цвет, ну, и так далее. Вот, и вот, мне кажется, это пошло от этого, да, и теперь это, конечно, все перекинулось на онлайн, и теперь можно мокапы делать, в принципе, любого вообще сервиса или приложения. То есть, например, если мы говорим о мобильном приложении, то это может быть как просто набор экранов, которые соединены между собой. То есть что такое, на самом деле, сайт? Сайт, по сути, это то же самое, это набор разделов, в том числе экранов, да, то есть тех страничек, которые мы видим, которые между собой соединены ссылками. Ссылки объединены в разделы, они объединены потом в меню, и вы можете переходить из одного раздела к другому. По сути, вот так прототипы работают. То есть это набор экранов, которые мы видим. И цель как раз создать вот такой набор до того, как вы будете писать настоящий код, их можно создать визуально, можно создать очень простые, и потом просто в некотором сервисе, например, в InVision, также можно связать их между собой ссылками и кликабельными. Это будет выглядеть действительно как настоящий прототип. Даже иногда можно будет не отличить, что это не настоящий сервис. И для понимания еще раз давайте сконцентрируемся на том, что дадим такое определение. Интерактивный прототип — это соединенный между собой нарисованный экран на будущего приложения или сайта с помощью взаимосвязи и ссылок. И в результате получается модель, в которой работают кнопки и основная навигация. То есть это будет выглядеть действительно как рабочий сайт. Может быть, что-то будет отличаться, но если детализировано и максимально подойти к этому вопросу, то можно практически сделать такой прототип, который не будет отличаться от настоящего сайта. И в первую очередь, например, человек даже не поймет, что он смотрит не настоящий сайт, а он смотрит прототип. Про мобильные приложения мы можем говорить о том же самом. То есть есть сервисы, которые позволяют делать самые простые прототипы, да. По сути, если я говорю о том, что это набор экранов, набор картинок. То есть мы, наша цель — создать набор картинок, и эти картинки можно создавать в разных сервисах приложения. Есть определенные сервисы, например, mockups, которые позволяют вот просто с помощью набора элементов, да, набросать сюда, на там какое-то поле, да, и вот сделать так, как будто бы это выглядит сайта. То есть вы просто можете набросать элементы, это может быть картинки, текст, какие-то ссылки, форма обратной связи, там, строка поиска, там, значки. Вы также можете импортировать. И вот это уже обретает такой вид, более понятный для человека, что это вот примерно выглядит вот так, да, что сайт выглядит вот так. И даже вот в таком виде это будет понятно в первую очередь для того, чтобы понять, какие взаимосвязи есть, как сайт функционирует, как человек взаимодействует с этим, да. То есть до того, как рисовать дизайн, даже можно пройти к этому вопросу более просто и накидать в такой прототип. То есть без дизайна, только функциональные элементы, которые будут говорить о том, что есть, где это находится и как это связано. Чат сейчас посмотрю чуть позже. И теперь вопрос, да, как и зачем создавать прототип. В общем, озвучил я несколько вариантов, и еще давайте подтвердим это. Значит, во-первых, это важно, что на первых этапах разработки сервиса или приложения обязательно нужно создать прототипы, чтобы выявить какие-то ошибки, потому что они будут возникать. И еще раз говорю, чем быстрее вы ошибетесь, тем лучше. Лучше ошибиться в первую очередь, там, в первые какие-то моменты. Чем это найти ошибку потом, да, исправлять, это будет очень дорого. Проверить общую структуру и навигацию. Вот то, что я показывал сейчас до этого, да, такой сервис без дизайна, он достаточно дает возможность понять навигацию, что вот это вот меню, тут на кнопочке нажимаем «О нас», будет раздел «О нас». Там новости, будут новости, контакты, будут контакты. То есть человеку будет понятно, куда ему надо нажимать, чтобы попасть куда-то. Далее очень важный фактор, и это связано именно с тестированием, когда мы проверяем UX, это опыт взаимодействия пользователя с вашим сайтом или приложением. Мы должны понять, как он взаимодействует, и мы хотим посмотреть, а правильно ли он понял, что мы от него хотим, правильно ли он взаимодействует с этим приложением, нажимает ли там те кнопки или в те места, куда нужно, и вообще интуитивно это понятно или совершенно непонятно. То есть эти все функции мы можем протестировать именно в прототипе до того момента, как мы его начали делать. И когда ограниченное время для разработки и провожения милисервиса, это работает вообще на 100% хорошо, и в последнее время я очень рекомендовал участникам, например, на наших катонах делать прототипы, потому что вы тратите время, например, на разработку или на создание непосредственно реального сайта там, да, и вы можете просто в чем-то ошибиться, да, и не доделать, не успеть доделать. Это вот такая история, когда прототипы кликабельные на катонах, воркшопах и в других историях, когда нужно показать результат аудитории, защититься как-то, да, это нужно сделать быстро. Это работает вообще на 100%, и я рекомендую это использовать вот именно в этих случаях. Опять же, это в учебе, например, если вы делаете какой-то проект, да, вы можете на первых порах показать это, презентовать вот именно в таком виде, и это будет ничем визуально не отличаться, например, от того, как будет выглядеть конечный сайт, если вы, например, еще добавите дизайн. Да, давайте я посмотрю в чат. Так, в чате, в чате, так, 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 заработало. Никита спрашивает. Работаю в качестве BA UX, проектировал несколько экранов для одной из своих идей, но не в состоянии продумать архитектуру и спрограммировать результат. Что бы вы посоветовали делать на таком этапе, как видео дропбокса, то есть только вайфрейм, ваксур или требования? Это такой уже более продвинутый вопрос. Наверное, даже не все его могут понять. Мне кажется, что нужно доделаться до конечного прототипа, который будет понятен не только вам, но и пользователю. Как я говорил, главный акцент нужно сделать на том, чтобы протестировать то, что вы делаете. Если пользователю будет понятно, то это уже хорошо. Все остальное – это уже следующий этап, да, там начало программирования и так далее – это уже другое. И в каких программах это делать – тоже выбор ваш. Сегодня просто я расскажу о нескольких самых простых, которые есть. Вот, аксуры и так далее – это они, ну, мне кажется, более сложные. Окей, двигаемся дальше. Основные шаги – это говорит о том, какие шаги нужно пройти, да, и, в принципе, это, опять же, цикл. Все начинается с того, что вы, когда задумываете свой проект, да, вы уже должны понимать, в каком виде примерно вы будете делать этот прототип, да, то есть это десктоп-версия, это сайт, либо это мобильное приложение, потому что это очень сильно будет иметь разницу в том числе, как это выглядит, да, то есть вы должны понимать, в каком виде это будет, то есть вы экраны большие рисуете для сайта, либо маленькие, да, мобильного приложения в том числе. Далее вы должны понять и создать именно структуру сайта и приложения, то есть условно вы можете даже просто на бумаге создать, допустим, экранчики и понять, как они между собой соединяются. То есть можно пойти от обратного, просто создать набор экранов, которые вам кажутся главными, и потом просто между ними сделать связи, взаимосвязи, куда человек попадает и с какого экрана куда. Это тоже очень важно. Таким образом рождается правильная навигация меню. И как раз когда вы будете тестировать, иногда может так получиться, что человек даст некую обратную связь, и он скажет вам, что, ребят, это конечно классно, но было бы здорово, если бы, например, у вас там, я бы отсюда попадал, например, не туда, а вот сюда. То есть надо человеку дать возможность показать варианты. Далее, естественно, третий пункт. Вам нужно нарисовать эти экраны, как я говорил, либо с дизайном, либо без. И это достаточно несложно. Даже если вы нарисуете их непонятно с точки зрения, там, красоты дизайна, да, будет здорово просто, чтобы человек понял. Имейте в виду, что вы можете рисовать это в том числе и от руки. Есть такие приложения, которые позволяют потом фотографировать то, что вы нарисовали, либо просто какими-то примитивными, там, кружками, линиями и так далее. Главное дать и, там, передать смысл того, что есть на экране. И четвертый пункт – это как раз пункт, основное, о чем мы сегодня будем говорить, это вот взаимосвязи. Как связать между собой вот эти вот экраны с помощью ссылок и других, там, свойств, как они будут передвигаться, как смещаться экраны будут и так далее. Вот. И пятый пункт, когда вы это создали, есть возможность протестировать. Что это значит, если вы делаете полноценный, например, сайт, вы можете в InVision… Мы сегодня говорим об InVision. Вы можете с помощью ссылки поделиться с вашей аудиторией, с теми людьми, например, кто хочет вам помочь протестировать на первых порах, и он уже может открыть это и посмотреть, понажимать, написать фидбэк с помощью комментариев, и вы это все потом собираете, я потом это буду показывать сейчас. И это очень удобно – собирать обратную связь непосредственно прямо в одном месте, и все это будет очень как бы удобно. И как только вы это собрали, обратную связь, вы опять делаете выводы и переходите в пункт 2 или 3, и вот такой процесс, он цикличный, вы повторяете еще, 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 еще раз. То есть, конечно, заведомо лучше продумать, например, сколько циклов вы сделаете, например, через сколько циклов вы хотите выйти на более стабильную версию, когда уже практически не будет никаких комментариев в плане изменений или там непонимания, да. То есть, например, их может быть 3-5 циклов, то есть примерно можно предположить, какое время это может занимать. Но опять же, это, например, первый вот такой цикл, даст вам понимание вообще, как бы, как люди воспринимают. Потому что, допустим, если вы делитесь с помощью ссылки вашим прототипом, и вы потом получаете 100 комментариев, это говорит о том, что, ну, ребят, что-то вы делаете не так, да, либо кому-то вообще ничего непонятно, да, ну, я имею в виду такие вот конструктивные критики, да, то есть, либо что-то еще. Вот. Опять же, посмотрю в чат, сколько времени уделять на прототипирование ровно столько, сколько нужно для того, чтобы ошибиться и сделать все правильно, чтобы потом не ошибаться. Вот, не знаю, вот хороший вопрос. Сколько времени? Ну, мне кажется, на это нужно выделять, там, не знаю, процентов 5-10 времени на разработку, наверное. ОК, двигаемся дальше. При этом, когда вы создаете прототип, естественно, желательно понимать, как вообще вот дизайн сайтов устроен или мобильных устройств, и в том числе мобильных приложений. То есть под каждый тип устройства, естественно, вы будете там создавать свой прототип, то есть это, если, например, мобильный, там, мобильный телефон, там, Android или iPhone или, например, там, iPad, то есть все это выглядит по-разному, да, и нужно под разные варианты делать разные прототипы. И есть вот несколько ссылок, я советую посмотреть просто, да, это те определенные ошибки в юзабилити сайтов, например, которые бывают, которые часто люди делают, и уже при том, когда вы делаете прототипирование, вы можете их учитывать, чтобы не ошибиться. То есть такие вот хорошие советы и лучшие практики. Это один сервис есть, и второй. Это на английском языке, но тут просто как бы визуально показано, какой из двух вариантов лучше сделать, да, то есть там это и расположение текста, и ссылки, и кнопки, как располагают, форма обратной связи, то есть можно визуально понять, например, что как бы человек воспринимает лучше. Это сделано на основе определенного опыта, да, который кто-то собрал, и вот выложил в такой гид, называется goodui.org. Окей. Да, и теперь переходим к инструментам, и сейчас я уже скоро начну показывать. Естественно, что инструменты более профессиональные, они заточены для тех людей, которые непосредственно работают с этим. Если вы на Mac, то Sketch. Sketch, мне кажется, это самым оптимальным вариантом, который есть на рынке. Единственное, что тут не видно, но он, к сожалению, платный, и он стоит порядка... Сейчас я увеличу. Так, он стоит... Ну, 100 долларов он стоит, в общем. Вот, да, и смысл в том, что Sketch очень сильно интегрирован с InVision, о котором мы сегодня будем говорить, и это программа, которая устанавливается на свой компьютер, и на компьютере вы можете вот эти рисовать эти экраны и делать максимально возможные какие-то итерации, командные работы и так далее. То есть это упрощает дело. Если у вас нет возможности работать с Sketch, ничего страшного, я сегодня покажу какие-то другие варианты более простые. Но Sketch, это вот считается оптимальным таким, если вы более глубоко начинаете копать. Я как-то пробовал в нем работать. Это действительно удобно. Это удобнее, чем Photoshop, чем... Как это называется? Иллюстратор, да. Вот. И сегодня мы будем говорить об онлайн-сервисе InVision. Это именно онлайн-сервис. Вы ничего никуда не скачиваете. То есть вы делаете все в онлайне. Также много чего там сейчас будем показывать. Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что есть бесплатный план. Вы можете зарегистрироваться бесплатно. Во-первых, протестировать на протяжении, по-моему, двух недель Enterprise-версию, которая расширенная. Конечно же, там вариантов очень многое можно делать, но бесплатно дает вам делать один прототип. В принципе, этого достаточно. Почему? Потому что вы можете регистрировать разные почты. Вот. Кстати, если вы не знаете, могу такой лайфхак сказать. Например, если у вас почта... Вот, допустим, я напишу сейчас свою почту. Так, напишу. Вот если вы, например, пишете вот так, а потом вы пишете вот так. Сейчас. Это разные почты считаются. Или, например, вы можете добавлять после слов еще какие-то варианты. Ну, я не знаю, как это действует, например, на корпоративных почтах, но, например, Gmail это точно работает. Вы можете разделять точками. Это получается, что у вас один mail, но вы можете зарегистрировать на него несколько вариантов аккаунтов, если вам это надо. Вот. Окей, двигаемся дальше. И тут еще я привел на этом слайде полезный ресурс, который вам понадобится, потому что, в принципе, еще раз, весь процесс создания прототипа сводится к тому, что мы создаем экран, а экран – это непосредственно картинки. Чтобы создать картинки, нужны какие-то графические элементы, нужны фотографии, нужны иконки. И вот где это брать? Это вот можно брать здесь, да, All the Free Stock – это, опять же, агрегатор бесплатных фотографий, мокапов. Canva.com – это сервис, который позволяет делать непосредственно графические там постеры, элементы и так далее. Тоже сейчас покажу. Icon Finder – это бесплатные иконки. Maker Book – это вообще такая хорошая библиотека для того, чтобы набрать много чего полезного для дизайна. А, и также у нас есть несколько видеоуроков об этом. Вы тоже можете посмотреть, как создать прототип в Marvel Lab. Это похожая программная InVision. И как создать макет-сайты с помощью мокапс. И в Canva как создать что-то. Окей, давайте посмотрим, как это работает. Если какие-то вопросы есть, задавайте сейчас, потому что я буду потом переключаться на демонстрацию рабочего стола. И, соответственно, я буду просто не сразу видеть то, что вы пишете в чате. Так, а я пока включаю демонстрацию. Да. Так. Вот вы видите, да? Надеюсь, все окей видно. Так. Да, хорошо. В общем, вот давайте... Знаете, я просто даже выйду из InVision, вот. И зайдем просто... ...с основной страницы. Причем этот сервис, который позволяет делать кликабельные прототипы, он действительно хороший. Он один из немногих. То есть вот Marvel Lab есть и вот InVision. Во-первых, вы можете посмотреть здесь краткий тур, что это такое. Тут, правда, он на английском языке, но, честно говоря, мне кажется, в этом нет никакого минуса, потому что интуитивно все понятно. Тут, опять же, показывается очень хорошая интеграция с скетчем, о чем я говорил. Это, в принципе, ресурс, который предназначен для командной работы, когда вы вместе с кем-то работаете над созданием прототипа. Это очень круто. И потом вы это еще можете тестировать. Сейчас это все будем показывать. Значит, когда вы хотите зарегистрироваться, вы это делаете очень просто. Нажимаете Sign Up и вводите тут свою почту. Естественно, что тут просят рабочую почту, но, по-моему, Gmail работает. Вот. Я так как уже как бы зарегистрировался, то я могу вот войти. Так, и когда вы входите, у вас выглядит это следующим образом. Так, давайте это уберу. Все очень просто. Вот здесь будут у вас размещаться ваши проекты. Ну, здесь есть разные вкладки. Ну, так как их будет очень много, допустим, да, вы можете потом разделять их на прототипы, на борды, на там, фейворит и так далее. То есть, Activity – это то, что вы добавляете, делаете. Опять же, это очень удобно, когда вы работаете вместе. Вот я сегодня там что-то тестировал. Ну, вот тут уже показано, то есть там, что есть. Вот в моей команде никого нет, только есть я. И вот хочу сделать акцент на разделе Learn. То есть это все, что вам поможет изучить этот сервис, на английском языке. Да, но все понятно. Почему? Потому что есть небольшие интро-видео, которые говорят о том, как что-то делать. Если вы видео не очень хорошо понимаете, а лучше воспринимаете текст, то есть вот сейчас даем вопросы, и они, в принципе, хорошо описаны. И, значит, самый главный минус этого сервиса, который существует, помимо того, что он на английском языке, что здесь нельзя создавать картинки. Их можно только импортировать откуда-то еще. Соответственно, вам эти экраны нужно будет создавать в других сервисах. Тут, например, рекомендуется Pencil Project, Wireframe, MoCups и так далее. Я для этого, для этой цели рекомендую вам все-таки использовать Canva. Вот. Значит, давайте начнем с конца, наверное. Я покажу вам, что имею в виду вот в проектах, а потом просто мы еще раз попробуем что-то сделать. Значит, когда вы создаете прототип, вы там можете им поделиться. Сейчас, публик. Просто хочу показать, как это в конце выглядит. У вас будет ссылка, с помощью которой вы можете поделиться вашим прототипом. Вот. Это выглядит вот так, так как условно я сделал мобильное приложение. То есть после того, как вы сделаете ваш прототип, вы можете поделиться им ссылкой, и человек, помимо всего прочего, может понажимать, а еще может прокомментировать. Это, опять же, все в настройках, когда вы делитесь. То есть, например, это очень здорово, когда вы хотите протестировать, все ли так понятно людям или нет. То есть, когда они смотрят ваш прототип, они могут нажать на комментарии. Видите, включается Comment Mode, и он может, любой человек может ставить какие-то точки на экранах, где ему непонятно, что происходит. Вот он может поставить и написать что-то там. Не понимаю. Как я зарегистрировал, да, то это будет от меня. Значит, и что интересно, когда я, например, комментарий написал, то я, как владелец проекта своего, буду получать такие письма. Мне на почту будет приходить вот такая штука, где будет написано, что вам вот здесь оставили комментарии, и это все очень здорово. Вы это не будете пропускать, и вы будете собирать обратную связь от людей. Вот. Это я хотел показать, а теперь смотрите, как это работает. То есть, на самом деле, это условно просто набор экранов, которые объединены между собой приложения. То есть, я нажимаю, что-то происходит, там что-то происходит, я какой-то раздел нажимаю, вот опять же, обратно возвращаюсь. То есть, это можно сделать такой хороший крикабельный прототип. Вот. Выглядит это вот таким образом. То есть, таким способом вы можете показать человеку, как вы сделали сайт, приложение или так далее. Вот. Теперь посмотрим, как это делается. Так, это сейчас закроем. Проекты. Так, а я пока, наверное, посмотрю вопрос. Нет никаких вопросов. Окей. Так. Значит, так как вы не можете здесь делать сами экраны, то все начинается, на самом деле, с простого. Вы создаете новый проект. Нажимаете на плюсик, и здесь есть два варианта. Создать проект, прототип, то, что я сейчас показывал, либо создать бор. Давайте сделаем, во-первых, бор. Я хочу просто объяснить, что это такое. Есть тут сэмпл. То есть, например, когда вы делаете какой-то корпоративный стиль или еще что-то, это набор всего того, что связано с тем, что вы делаете. Это набор, например, вы можете написать, какой вы шрифт используете, какие цвета корпоративные используете, что вы вообще для этого проекта используете. И это все выглядит как лонгрид, которым вы, опять же, можете поделиться. Я сейчас покажу, как это выглядит. Это очень удобно, когда, например, вы создаете и хотите показать заказчику или другим людям о том, что вы делаете. То есть вот вы можете изменять, писать там текст, описание, сюда добавлять тех людей, кто как бы участвует в создании, да, и вот непосредственно есть описание. Например, вот экран вашего приложения. Это просто картинка вставленная. Далее какие-то еще разделы, вот, и так далее и тому подобное. Вот это все, вот это все называется как бы board, да, и сюда вы можете добавлять все, что угодно. Вот видите, внизу, например, показано, как выглядело, типа, как бы выглядело мобильное приложение, например, какие цвета корпоративные или там шрифты вы используете. Вот, и такая вот, такой лонгрид вы можете, во-первых, изменить немножко визуальный ряд и можете поделиться его. Вот с помощью ссылки, я, например, копирую эту ссылку, и если я сейчас открою в инкогнитом, ну, чтобы просто я не под своим логином был, то, опять же, любой человек сможет посмотреть это. То есть это очень удобно, когда вы хотите рассказать о том, что вы делаете. И собрать это в одном месте. Опять же, человек может там оставлять комментарий. Вот. С этим понятно. Теперь возвращаемся обратно сюда. С boardом понятно. Помимо этого можно создать именно непосредственно прототип. Прототип – это как раз вот кликабельная такая штука. Значит, представим, что у нас уже есть вот эти экраны, которые я создал, да, и я нажимаю просто Create New Prototype. И вот здесь я выбираю, для чего я создаю прототип. Видите, есть Desktop – это веб-версия, то есть это сайт iPad, Android, iPhone, там, Android Phone или Apple Watch. То есть я могу ввести название проекта. Например, если я делал для iPhone, то вот нажимаю и нажимаю Get Start, да. То есть теперь мне все, что нужно сделать – это добавить эти экраны. Что такое экраны? Экраны – это картинки. Эти картинки выглядят вот так. То есть это вот… вот у меня на компьютере просто есть шесть картинок, которые, собственно, объединяются потом в прототипы, которые я вам показывал, да. Каждая картинка, она просто под размер экрана iPhone. То есть можно посмотреть, какой размер там 634 на 1136 или 640 на 1136. Вот. Вы просто берете и перетягиваете… Давайте я просто вот 1,3 сделаю и перетяну сюда. Перетягиваете картинки, вот. И у вас получается так, что у вас есть набор экранов. Теперь, как работает сервис. Сервис работает очень легко. Вы можете открыть экран. И вот это вот рабочая область, на самом деле, сервиса, где вы можете связывать между собой эти экраны. То есть вот эта кнопочка – это как Preview Mode. Дальше кнопочка Build Mode. Build Mode – это что? Все работает очень просто. Выделяются те зоны, которые как бы будут кнопками или кликабельными, и потом эти зоны связаны с другими экранами или чем-то еще. То есть, например, я нажимаю вот здесь, выделяю вот эту кнопочку, и потом у меня возникает меню, где я выбираю, что я должен сделать. К чему это залинковать, да? То есть тут много очень вариантов. Есть External Link. Можно добавить, там, не знаю, что-то еще. И можно выбрать, естественно, другой какой-то экран, который вы добавили. Вот я выбираю, например, третий. Далее мне надо выбрать, покрупнее сделаю, что нужно сделать. Надо нажать, надо два раза нажать, свайпнуть надо или что-то еще, да? То есть, например, если это кнопка, то я, естественно, нажимаю. И тут Transition – это вариант перемещения между экранами. То есть можно сдвиг влево, сдвиг вправо, Slide Right и так далее. То есть, например, выделяю там Slide Right или давайте Slide Left и нажимаю Save. Теперь, когда я нажимаю на Preview Mode, и вот здесь это как бы кнопочка, то, видите, у меня сдвигается экран, и возникает второй экран. Вот, собственно, на всем этом и построена работа сервиса InVision. И вот таким образом мы делаем связи между экранами, и потом все это мы можем поделиться, там, с командой сделать какую-то обратную связь и так далее. Сейчас я тоже посмотрю, покажу. Вот, то есть давайте я вернусь в тот проект, который у меня есть, который я вам показывал в самом начале. Вот смотрите, во-первых, у каждого проекта есть несколько разделов, да? Это Workflow. Это когда вы работаете, например, да, вы можете именно как задачи использовать, то есть, например, что нужно сделать в прогрессе, какой экран находится, да, что нужно изменить, например, нужно посмотреть, и, ну, там, например, Approved, то есть все окей. Это очень круто, что такой Task Manager встроен непосредственно прям в сервис, и вы можете прямо там назначать людей, которые непосредственно, например, отвечают за что-то. То есть, например, если вы делаете вдвоем, да, то это очень круто, или там втроем, это круто работает, такой Task Manager. Activity, опять же, это активность, что происходило, видите, например, там, сегодня я там прокомментировал, создал что-то еще и так далее. Вот. Комментарии отдельно вынесены в отдельный раздел. Это вообще очень круто, еще раз, то есть когда вы тестируете, с помощью ссылки делитесь, например, вашим прототипом, то люди, в принципе, даже любой незарегистрированный пользователь может оставить комментарий, он должен просто написать там имя, свою почту, чтобы вы потом с ним могли связаться. Вот. И как только появляется, вы можете с этим работать уже, да, то есть, например, нажать сюда, вот у вас показано, что, где, чего, и вы можете дальше вот выбирать там Resolve или Solve и так далее. Вот. Так, дальше убираем это. Assets, это просто, где у вас что хранится. Вот, с комментариями, это просто очень классная штука. Так, теперь смотрите. Здесь вот выглядит вот так, я еще хочу показать какие-то элементы. Есть share, то есть я вам показывал, да, можно поделиться с людьми по почте либо просто сделать публичную ссылку. Что интересно, смотрите, здесь есть настройки, как вы делитесь, да, и можно, например, включить или выключить способ, ну, то есть вариант комментариев или нет. То есть вот, например, я вам могу скинуть там в чат, и, например, вы можете там прокомментировать что-нибудь там, если вам хочется это сделать. Так, хорошо, давайте я открою, опять же, в инкогнито. Просто хочу показать, как это выглядит еще раз, потому что тут есть такая штука интересная. Значит, когда вы открываете это как тестировщик... Так, сейчас. Вот, да. Значит, смотрите, здесь есть ссылка, которую вы можете отправить людям, и если ее открыть с мобильного телефона, эту ссылку, то это будет вообще выглядеть, как будто вы прямо тестируете приложение. Естественно, это будет в браузере, но вот как бы это еще один способ протестировать непосредственно со своими мобильными устройствами. То есть можно поделиться с этой ссылкой. Вот, это тоже хороший такой акцент. Вот. Так. И что же еще полезного здесь есть? Тут, на самом деле, много чего полезного есть. Есть еще... Можно скачать, поделиться вообще. Например, в Slack'е, либо в Dribbble экраном отдельно. Можно, например, загрузить еще экран. Можно поменять статус в прогрессе. То есть это очень здорово, когда вы работаете вместе, и вот это выглядит таким образом. Так. Вот смотрите. Теперь у каждого проекта есть такие кнопочки. Share. То, что я показывал уже, да, это вы можете либо по почте, либо с публичной ссылкой для комментариев. Также есть UserTest и LiveShare. LiveShare – это когда вы с командой, либо с теми людьми, с кем вы там вместе делаете, можете пообсуждать, либо посмотреть обратную связь. То есть вы открываете здесь, и вот видите, здесь уже у вас появляются инструменты. Вы можете выделять что-то, вы можете писать что-то, и так далее, да, и каждый человек это может делать. Вот. И это, условно говоря, как конференц-кол, где вы можете вместе делать что-то. Это очень круто. И вот когда у вас несколько человек, вы можете, опять же, это обсуждать. Это вот для командной работы, для создания прототипа очень здорово. То есть потом нажимаем «Инт» и выходим. Что интересного еще есть? Я вот сегодня это посмотрел, это очень прикольно. Значит, помимо LiveShare есть еще UserTest. Что такое UserTest? Во-первых, сразу забегая вперед, скажу, что это работает, естественно, если у вас англоязычная версия, потому что есть сервисы, которые позволяют тестировать то, что вы делаете. Вот смотрите. Значит, тут два сервиса. Один зарегистрировался, второй вообще даже без зарегистрации работает. То есть это просто сторонние люди, реальные люди смотрят ваш прототип и дают вам фидбэк. Вот это вообще реально очень круто, потому что это работает как бы бесплатно и просто. По-моему, это работает один раз. Вот. И за пять минут человек рассказывает, что непосредственно ему там непонятно, какой фидбэк, какой-то конструктивный дают и так далее. Вот. И когда вы создаете такой тест, вы просто пишете задачу, что непосредственно нужно сделать, да? Опять же, это должно быть англоязычным. То есть, например, пожалуйста, посмотрите там наш прототип. Вот он еще, например, там не закончен, да? Но некоторые функции там упущены и так далее. Вот посмотрите, как это работает и все ли понятно или непонятно. То есть вы пишете тут какой-то текст, далее вы создаете типа какие-нибудь три задачи или три раздела, по которым человек тестирующий, который делает. Вот. И просто отсылаете, и реально там через какое-то время в течение двух часов вам приходит фидбэк, ссылка, где реальный человек записывал видео и рассказывал о том, как ему это вообще сервис понятен и непонятен, что сделать. И вот, ну, понятно, что это промо некого какого-то сервиса, да? Но тем не менее это один раз можно сделать бесплатно. Это круто, мне кажется. Вот. Вот что касается именно такого теста. Окей. Так. В общем, вот об этом я хотел рассказать. Значит, что тут еще есть? Сейчас быстренько покажу. Значит, вы можете... Давайте вернусь в проекты. Тут можно создать... Просто посмотреть еще раз сэмплы, например, прототипов. Тут их несколько. Можно посмотреть какой-то веб-сервис, да, либо, например, форма обратной связи мобильного, либо... Ну, давайте вот это посмотрим. То есть, вы можете просто скачать себе и вот посмотреть, как это работает. View screen. То есть, я вот могу понажимать. Видите, это создано достаточно просто, и вы можете понять, кто, что, куда приходит и так далее. Вот. То есть, таким образом это работает. Окей. Так, ладно. Тогда я вернусь сейчас к самому главному. Значит, классно, когда экраны есть. А как же их создать-то, если в InVision нельзя создать? Значит, я предлагаю использовать Canva. Canva – это вот такой сервис, который позволяет вообще делать разные постеры и так далее. Значит, он бесплатный. И преимущество в следующем, что вы можете, во-первых, создавать... Тут сразу есть, видите, размеры различных элементов. Например, для социальных сетей, если вы создаете постеры какие-то, да, то есть, например, social media, реальный постер для Facebook, там, A4, если будете распечатывать, там, для Twitter-пост и так далее. Ну, круто еще то, что вы можете использовать кастом-размеры, то есть, вы можете создать любой размер. Поэтому вы можете здесь делать, по сути, те же экраны для того, чтобы использовать их вот в прототипе мобильного приложения. Я просто покажу, как это было сделано, например, для того примера, который я показывал. То есть, вот, собственно, этот пример. Я его делал именно в Canva. И видите, размер 640 на 1136. Я просто создал такие штуки. Вот. И как это выглядит? То есть, во-первых, здесь есть действительно встроенные элементы. Вы можете видеть там разные шейпы. Это, то есть, кружки там или что-то еще. Здесь есть иллюстрации. И в большинстве своем это бесплатные элементы. То есть, суть в том, чтобы просто набросать сюда эти элементы. То есть, это вот каждый, видите, смотрите, это вот фотографии, например. Там фон желтый, это кнопочка. То есть, просто, да, какой-то элемент. Вот. И вот таким образом вы можете набросать все элементы, создать экраны, как бы это выглядело. Понятно, что для примера вы можете брать какие-то существующие мобильные приложения, допустим, если это мобильное устройство, там, да. То есть, посмотрите, как это делается. Например, если вы делаете что-то подобное на, там, Инстаграм, да, просто посмотрите, как это делается. Вот. То есть, очень просто вы все это сюда накидываете. И потом здесь есть возможность вот это все... Просто, например, создали экран, раз, скопировали. У вас копия получилась, да, на основании копии вы можете уже менять что-то другое. То есть, это, в принципе, очень удобно работает. То есть, текст можете менять, да, это непосредственно прям сам текст. Вот, шрифты можете менять, то есть тут, в принципе, это работает онлайн, и вам не надо знать, там, ну, в принципе, ничего такого с точки зрения дизайна, там, программирования и так далее. Просто набрасываете, накидываете сюда элементы, все передвигается, уменьшается, увеличивается, там, размеры я имею, видите. Вот, и вот, собственно, это вот так было создано, а потом у вас есть возможность сохранить это все в PNG, либо в PDF, да. То есть если вы пытаетесь, ну, то есть хотите вообще это потом распечатывать, то в PDF лучше, а в PNG, в принципе, в хорошем качестве, и вы это просто скачиваете, у вас получается вот такая папка, где есть вот эти вот экраны, а вы их просто загружаете потом в InVision и связываете между собой различными кнопочками и ссылками. Вот, кое-что еще хотел показать в Canvi, есть такая функция, кстати. Она тоже немножко похожа на прототип, и вот, кстати, еще вопрос, просто быстро покажу. Значит, тут есть возможность создавать, условно говоря, презентацию, то есть вы просто выбираете вид презентации, да, и вот здесь можно, давайте я просто там три слайда сделаю, допустим, бесплатные какие-то варианты. Так просто перетягиваете, видите, это все быстро работает. Вот, вот, допустим, у вас четыре тут слайда, и что тут еще можно сделать? Вы можете нажать Share, поделиться, да, вы можете поделиться с людьми по электронной почте, Social в социальных сетях и с помощью ссылки. Вот тут есть ссылка просто, когда вы ее открываете, да, то есть это как в Google документах, видите, можно тут, например, редактировать или смотреть. Но еще крутая штука есть – это сделать ваш дизайн интерактивным веб-сайтом. Просто с помощью одной кнопочки вот так нажимаете, и у вас просто это все превращается в сайт. Это забавно, что тоже можно использовать. То есть, смотрите, по сути, это вот каждый слайд. Сейчас я вот открою, чтобы было понятно. Вот это первый слайд. Тут можно менять его название у каждого слайда, в принципе. И каждое название потом объединяется вот здесь в это меню. И как только вы, например, нажимаете сюда, у вас перемещается и появляется вот другой слайд. По сути, это тоже может быть такой, как вариант прототипа, прототипа, прошу прощения, кликабельного сайта. То есть это делается просто очень быстро. И, по сути, это либо кликабельная презентация, либо такой, такого вида сайт можно сделать. Это такой небольшой лайфхак. Если вы не знали о нем, это круто можно использовать. Вот. Так, все. Тогда возвращаюсь сюда и пытаюсь посмотреть, что вы там ничего не написали. В общем, давайте отключу тогда демонстрацию рабочего стола пока. И включу это. И если какие-то вопросы есть, давайте отвечу, либо покажу что-то еще. Ну, вот таким быстрым способом я вам показал, почему важно делать прототипы, как это делать и как это делать самостоятельно очень быстро. Для этого не надо знать ни программирование, ни дизайн. Используйте пару сервисов. Это Canva, например, и InVision. И с помощью этого вы делаете и получаете в финале вот такой вариант, как я вам скинул в чат. Вот. Давайте, если какие-то вопросы, с радостью на них отвечу. Если вопросов нет, то тогда давайте заканчивать. Рекомендую вам все-таки попробовать все то, что я показывал. Сейчас я вам расшарю. Презентацию вы можете скачать в разделе документы. Она доступна уже в формате PDF. Вот. И если нет вопросов, то давайте заканчивать. И спасибо за внимание. Продолжение следует...